Мнение о новинках кино, различные топы, озвучка роликов, обзоры популярных франшиз, реакции на трейлеры и многое другое вы найдете на канале Тони. Ссылка по аннотации в описании. Приветствую, мои дорогие! Ну что, снял? Как вижу, нихрена. А ты кто? Я твоя головная боль на ближайшие 15 минут. Погоди, а где Дед Мороз? Дед Мороз просто решил посмотреть на твое поведение. Спил си нахер. Ну и какие мы там киношки ожидаем? Давай быстрее, Глинтвейн стынет. Ну да. Ну что ж, давайте без лишних слов начнем. Такие хочу вам предоставить 20 ожидаемых фильмов 2015 года, часть первая. И всего однишние новогодние десятки. Речь пойдет о первых 10 фильмах, которые выйдут в первом полугодии грядущего года, но на которых стоит обратить внимание. Хочу сразу напомнить, что это не топ, а просто список, и составлен он чисто по моему мнению, то бишь это имхо. Но эти фильмы уж точно вряд ли подведут. Так что погнали! Бёрдмен. Новый фильм от превосходного режиссера Алехандро Гацалес Иньериту, снявшего «Вавилон», «Бьютифл» и «21 грамм». Теперь перед нами нетипичная сатиристическая трагикомедия, в центре которой актер, ранее 80-х прославившийся культовой ролью некого супергероя Бёрдмена, а нынечая карьера уже скатилась к лаку, и дабы увернуть как-то свою влиятельность, он решает замутить бродвейский мюзикл, сыграв в пьесе главную роль, играя того самого Бёрдмена. Этот проект уникален по нескольким факторам. Во-первых, Гацалес Иньерюта говна не снимет, инфо-соточка. Во-вторых, нас скорее всего ожидает очень броская и запоминающаяся сатира, которая повествует о стандартной проблеме Голливуда, закат карьеры ранее популярного актера. И всё бы ничего, так главную роль играет Майкл Китон, наш старый добрый Бэтмен, из-за чего в этом виднеется двойная самоирония. Помимо всего прочего, фильм уже получил обилие наград от общества кинокритиков разных городов Америки, он уже получил немаленький список номинаций на Золотого Глобуса, а там уж и Оскар не за горами. Ну и мнения зарубежных критиков, как и в целом зарубежного народа, не будут лгать. Нас действительно ожидает великолепная история, трогательная, красивая, немного смешная, немного трагичная, об отчаянном человеке. Так и в главных ролях у нас, помимо Майкла Китона, Зак Галифианакис, Эдвард Нортон, Эмма Стоун и Наоми Уоттс. Безусловно, эта картина заслуживает внимания. И лично я просто галопом побегу на Бёрдмана. Благо, широкий прокат в России, он выходит уже скоро, 22 января. Охотник на лис Можно с полной уверенностью сказать, что данная картина внесёт некие новые краски в жанр спортивной драмы. Почему? Да потому что оригинальная история весьма нетипична, основанная на реальных событиях. Перед нами два брата, Дэйв Шульц и Марк Шульц. Оба занимаются рестлингом, и помладше, то бишь Марк, хочет произойти своего старшего брата Дэйва. И в этом ему стремится помочь некий странный таинственный мультимиллиардер Джон Дюпон. И разворачивает он самую настоящую войну между братьями. Как и психологическую, так и физическую. А уж исход будет явно не самый благополучный. Это очередной участник в сезоне гонок за награды. И явно есть за что. Фильм расхвален критиками. Его хвалят зрители, сетуя, что это действительно нетипичная история. Очень напряженная, драматичная, оригинальная. Где ставка идет на мощный антураж, на бицепсы Борцух, на бицепсы Ченнинга Татума и Марка Руффало, на накладной нос Стива Карла и великолепную актерскую игру. В частности, последнего. Уж где-где, но посмотреть на троицу Руффало, Карла и Татума, на нетипичные для них образы в глубокой спортивной драме весьма интересно. И таки у картины явно есть большущий потенциал. Так что ждем, ну а выйдет Охотник на лист в российский прокат 29 января. Левиафан. Новый фильм от Андрея Звягинцева, в очередной раз показывающий нам, как тяжело жить людям русским на Руси православной. Сейчас от каждой второй хорошей российской драмы ощущаешь привкус пепла. И вряд ли Левиафан будет исключением, но это хороший знак. Перед нами проект, который разрабатывался аж с 2008 года, основанный на истории Марвина Химейра, новеллы Генриха фон Клейста и неким таинственным морским существом из Библии, которого как раз и звали Левиафаном. Фильм повествует о неком Николае, который живет в маленьком городе близ Баренцева моря. И в один прекрасный день появляется коварный, жирный и противный мэр города, который пытается конфисковать все имущество Николая. Но тот не собирается сидеть сложа руки, вместе со своим другом Дмитрием они решают найти компромат на этого противного олигарха. Иными словами, очередная картина о том, как в Рашке все сифост. Согласен. Выпить хочешь? Нет, спасибо. Да, конечно, одну из главных проблем, которую картина осветит, это напряженный конфликт между правительством и простым русским людям. Уж многого этот фильм натерпелся. То погодные условия мешали, то старт съемок все оттягивали, то начались они с ДТП, то в кинотеатрах фильм не хотели выпускать, видите ли, там мата много. Иными словами, Левиафан прошел практически через все кинематографические круги, ада. Хочется верить, что мучения были не напрасны, ибо трейлер внушает. От одной актерской игры Алексея Серебрякова мурашки, так и фильм уже умудрится получить приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий. И фильм уже выдвигается на Оскар. Благо Жорик Крыжовникова с его свитой из Горько показали проход на выход. Хе-хе-хе. И остается лишь подождать и надеяться, что в этот раз российское кино не ударило лицом грязь. Ну а выйдет Левиафан 5 февраля. Игра в имитацию. Британский фильм о Второй мировой войне с Бенедиктом Кабарбетчем, главной роли основанной на реальных событиях, что может быть круче. И таки действительно игра достойна вашего внимания, не только из-за Шерлока, но и из-за того, что режиссером выступил Мартен Тильдум. Норвежский режиссер, который снял великолепный триллер Охотник с головами, хочется надеяться, что и в Британии он не оплошал. И великолепно интерпретировал реальную историю 1941 года. Фильм повествует о талантливом британском информатике Ални Тьюринге, который расшифровывал секретные коды Энигмы Третьего Рейха и разгадывал планы немцев. Какие золоключения происходили с командой Тьюринга? Как на них давило правительство? Какие трудности они испытывали? Перед нами тяжелый и напряженный триллер, который все в очередной раз хвалят, как и зрители, так и критики, так и получившие отъемлемую часть голливудских наград. А там уж и Оскар близко. Фильм получил и главный приз зрительских симпатий, лучшую режиссерскую работу, и лучшую мужскую роль, то бишь Камбербэтч, и лучшую женскую роль второго плана Кири Найтли, и за лучший саундтрек Александре Диспла. И хочется надеяться, что на голливудском кинофестивале все не остановится, ибо нас действительно ждет очень яркая, напряженная и мрачная картина с огромной дозой подковырок и не выставляющей ни одну страну в максимально светлом свете. И возможно перед нами лучшая роль за всю карьеру Бенедикта Камбербэтча. Так что ждем и надеемся, ну а выходит игра в имитацию также 5 февраля. Кингсмен. Секретная служба. А теперь перед нами дикий фарс, угар и самоирония над известной британской разведкой. Перед нами история о матером британском секретном агенте, который берет под свое крыло мелкого шкеда, желающего стать шпионом. И уж что этого пацана ждет, и в какие неприятности он вляпается, и что вообще это за организация такая, Кингсмен. Все это мы узнаем в грядущем фильме, за предводительством которого стоит Мэтью Вон. Великолепный британский режиссер, поставивший пипца, Людей Икс Первый Класс и Звездную Пыль. И судя по трейлеру, в данной картине он тоже себе не изменяет. Перед нами колоритный британский антураж, стильная и выверенная картинка, интересные визуальные ходы, и явная и очень тонкая насмешка на всеми шпионскими фильмами. А если хотите узнать, что такое толстая насмешка, обратитесь к этому парню. Ставлю сутку на то, что нас ждет очень динамичное и броское повествование, маячащее на грани фола, но которое точно заставит нас улыбнуться или словить кайф. Мэтью Вон умеет делать стильные фильмы, и я в него верю. Да и к тому же в касте у нас, помимо молодого пацана, такие матерые дядьки, как Колин Фёрд, Смолел Джексон, Марк Стронг, Майкл Кейн и Марк Хэмилл. Я фильм жду, я готов к элегантному британскому блокбастеру, ну а выйдет Кингсман Секретная Служба 12 февраля. Форсаж 7 Знаете, как ни крути, но мне все-таки нужна какая-то фастфудная франшиза. Трансформеры уже не катят, и планки, однако есть одно но. Для начала, конечно же, трагичная смерть Пола Уокера, которая многих вергла попросту в шок. И трагедия трагедия, но тем не менее, было интересно, как киношники выкрутились из этой ситуации. Как они только не изощрялись, ради этого перенесли премьеру почти на год. Заменяли Уокера компьютерным двойником, и во многих сценах подменяли его братья Калиб и Коуди. Короче, изощрялись как могли, бюджет подрос на несколько цифр. И уж очень интересно, как это будет выглядеть в конечном варианте, как создатели логично выведут персонажа Уокера из франшизы. Ибо Джеймсу Вану, ранее снимавшему лишь ужастики, мягко говоря, как новичку ему не очень повезло, ибо на него навалилась уйма проблем. Хочется надеяться, что он с ними справился, однако сомнения есть. Однако, если смотреть по трейлеру, физика просто курит от беспомощности. Полеты, перуэта, а-ля индийские боевики, брутальные главные герои, куча попсовой музыки, нереалистичного экшона. Все в фильме на месте, а разве не из-за этого стоит любить новый Форсаж? Новый в том плане, как тупой блокбастер, а не как гонки. Они уже давно в гробу. Помимо всего этого, кроме старого актерского состава, таких как Дизель, Уокер или Скалы, у нас здесь и полно новичков, как, скажем, Джейсом Стэтом, Курт Рассел и Тони Джа. Выклеивается уже смелый аналог неудержимым. И хочется надеяться, что мы получим от этого фильма ровно то, что и стоит ожидать. А уж что именно, я думаю, вы и сами знаете. Так что мне интересно, как голливудцы вывернулись из ситуации, и Форсаж 7 я жду, ну а выйдет он широкий прокат 9 апреля. Мстители, Эра Альтрона. Может вас уже тошнит от Марвела, а может и нет, но надо отдать Кевину Файги должное. Он вовсе не собирается останавливаться на достигнутом. И продолжать ковать железо и расширять свою вселенную. И как ни крути, но у него это получается. Уж более интересно, что выйдет из этой эпопии с Человеком-пауком, пытаясь отжать его у Сони. И совсем понятно, что нового эпохального Джосс Уидон предоставят нам в сиквеле. Главное, чтобы не было особых повторений. Ибо ну а что, снова команда Мстителей собирается, уже не под предводительством Щита. Старк пытается собрать робота, пытающегося помогать человечеству. Но естественно, все идет не так. Робот превращается в некий аналог Скайнета, молвит себя Альтроном, и проповещая огромной армии роботов, хочет завоевать мир. Уже немножечко заезжено, может быть. Однако, хочется верить, что у Уидона есть еще козыри в рукаве. И помимо старого актерского состава, Аарон Тейлор Джонсон и Элизабет Уолсон смогут нам показать нечто оригинальное и новое. И мне кажется, этот фильм припас много сюрпризов. Как и для поклонников фанатов, может мы даже увидим Доктора Стрейджа в конце. Много новых интересных сюжетных поворотов. И очень большой зачаток для грядущей гражданской войны, которая обещает быть весьма и весьма эпичной. У Уидона хочется верить, и надеемся, что он склепает, наверное, самый громкий, напыщенный, попсовый, но и при этом самый интересный блокбастер 2015 года. Как и Альтрон, пока что, весьма и весьма внушает. А может исполниться моя тройная мечта, мы увидим, как вдова гоняет на Жигулях? Да, все может быть. И вторая фаза Марвел Дорсна закончится так, чтобы у нас бабочки запорхали в животе, и будем надеяться. Ну а выйдут Мстители Эра Альтрона 30 апреля. Земля будущего. Новый диснеевский блокбастер от Брэда Берда. Почему лично меня этот фильм привлек? Ну, во-первых, имя режиссера. Раньше Мистер Бёрд режиссировал такие мультики, как Стальной Гигант, Суперсемейка, Рататуй, некоторые серии Симпсонов, а потом, когда перешел на живое кино, снял хорошую часть миссии «Невыполнимый протокол Фантом». У этого режиссера есть четкое видение, охапка ярких и насыщенных идей, которые, по мне, сможет сделать очень яркий, запоминающийся динамичный приключенческий фильм. Фильм повествует о некой девушке Кейси, которая находит таинственный предмет, дотронувшись до которого, она переносится в параллельную реальность. Но, как выясняется, это вовсе не альтернативный мир, а будущая Земля. И вместе с неким ученым Фрэнком, они должны наладить все временные несостыковки. И, может, даже, как бы это банально не звучало, но спасти мир. Судя по тизеру трейлера, уже видно, что у фильма есть некий закал. И хорошая оригинальная концепция. Атмосфера явно присутствует, и визуально должно быть отличное кино. Главное, чтобы проект сами диснеевцы не заковали в цепи, и он не шел бы по стандартам и штампованным лекалам. Но хочется надеяться, что Бёрд выкрутится. Ну, а центральная героиня симпатичная и явно не деревянная. В помощники профессора внезапно записался Джордж Клуни, а в злодея записался Хью Лори. Давненько мы его не видели в большом кино. А был ли он там вообще? В общем, должно получиться яркое, броское, оригинальное, фантастическое семейное кино. И я в картину верю. Ну, а выйдет Земля будущего российский прокат 21 мая. Мир юрского периода. Этот фильм прошел через все круги производственного ада, который начал разрабатываться аж с 2001 года. Сначала фильм курировал Спилберг, затем он ушел. После неоднократных переписей сценария, все-таки в режиссерское кресло сел некий новичок Колин Тревероу, который ничего яркого или броского ранее не снял, из-за чего опасения к миру юрского периода есть. Но тем не менее, как приятно снова вернуться в этот динозавривый мир. Динозавривый? Крис Пратт скинул костюм Звездного Лорда и стал новым доктором Алленом Грантом из первой части. И как ни странно, несмотря на то, что происходило в первых трех фильмах, сколько людей там подохло и сколько бед принес им этот парк, он тем не менее все равно функционирует. Ох уж эта логика. Однако посещаемость в парке стала конкретно падать. И дабы привлечь аудиторию, ученые решили создать нового динозавра, в который смешаны все генетические клетки из ранних особей. И естественно, по законам жанра это приводит к неприятностям. Все становится только хуже, а на острове лишь опасней. И в дело входит наш Звездный Принц. Вооружившись мотоциклом и несколькими динозаврами, он однозначно поймает эту паскуду. Я люблю первый фильм, мне нравится второй, и третий, ну, он нормальный. Да, сюжет здесь может быть немного спорным и заезженным. Да, режиссер не внушает доверия. Да, пока, судя по трейлеру, динозавры не так уж и идеально нарисованы. Мне кажется, динозавр халтур. Даже я сейчас лучше нарисован. Сам факт твоего существования уже халтура. Да, никого из прошлых фильмов мы не увидим. Да, Спилберг не прикладывал руку ни к сценарию, ни к режиссуре. Однако, хочется надеяться, что мы получим не лютый трэш, а прикольный приключенческий блокбастер, с которого можно словить огромную дозу ностальгии и попросту получить удовольствие. Так что поживем и увидим. Ну, а выйдет мир юрского периода 11 июня. Головоломка. В последний год в офисе Пиксара творилась какая-то чехарда. Проекты откладывались, переделывались, переписывались. И в итоге в 2014 ма остались без пиксаровского мультика. Однако, в этом году студия обещает исправиться и выдать нам сразу два проекта. Первый из них выйдет в первом полугодии, и это как раз Головоломка. Весьма нетипичный мульт по своей задумке, который уже умиляет. Можно поначалу подумать, что в центре действия некая девочка Райли, у которой проблемы с отцом, со сверстниками, и в голове творится полная чехарда. Но мульт именно про то, что творится в этой голове. Иными словами, по задумке мультика, все наши эмоции это индивидуальные человечки. В нас бушуют такие люди, как радость, брезгливость, гнев, страх. И все их характеры именно буквально, именно об этом хочет нам рассказать мульт. По-моему, весьма оригинально, немного глубоко и очень мило. Мне кажется, Пиксар на верном пути. В режиссерах и сценаристах мультфильма ветеран Пиксара Пит Доктер, снявший корпорацию монстров, вверх, написавший истории игрушек и Валли. Этот парень точно говна не сделает. И на самом деле, тема очень сложная и смелая. Хочется надеяться, что пиксаровцы не оплошают, и выдадут нечто трогательное, красивое и мудрое. Я мультфильм очень жду, ну а выйдет Головоломка в российский прокат 18 июня. Ну что ж, на этом все. Именно на эти фильмы, по моему мнению, стоит сходить в первом полугодии 2015. А теперь напишите вы в комментариях, какой фильм вы больше всего ждете в первом полугодии, а второй полугодие будет во второй части. Впереди нас ждут худшие фильмы 2014 года, ну а пока на этом все. Всем спасибо за внимание, вступайте в группу и всем пока! Ну так может скажешь, нахрена ты вообще пришел? Откуда я знаю? И писал сценарий для своего шизофренического видоса. Лепить Левиафан и Форсаж в один ролик это верх гениальности. Прощай, жарабас. На следующее видео мой корич придет. Что я вообще курил, чтобы эти одутловатые рисунки заходили ко мне домой? Я все слышал, о блюдок! Ладно, всем пока, скоро увидимся. Новый коварный, страшный и ужасный сервис Polili.org позволяет осуществить поиск людей, выложивших фотки в ВК в приватный доступ. Вводишь ссылку на жертву и мониторишь. Коварный шалун. Ссылка в описании.